чувствуете этот запах прекрасный запах политых посевов с утра просто обожаю кайф что теперь не придется заморачиваться с поливом и уход за поле теперь автоматизирован по такому случае можно высадить древние семена желательно правда не забыть удобрить их землю скороростом чтобы ускорить вызревание и получить первый плод раньше обычного срока не сильно раньше конечно но в итоге за все время жизни древних растений я получу по 7 плодов с каждого а это минимум 21 новое растение ну заодно можно и рис высадить он мне не нужен но рассуждали на халяву высажу потом придумал что с ним делать кстати завтра же дождь обещают отличный повод в очередной раз улучшить лейку на что железо есть деньги есть зачем пускать такую возможность ну и пока мы идем к шахте можно заодно морожки набрать и пни наконец-то срубить то не дают они новым деревьям расти они бы нам не помешали знаете чем еще полезен дождь у нас есть возможность выловить легендарную рыбу самую крупную и сложную из всех легендарных рыб и к такому действию нужно обязательно подготовиться для начала небольшая репетиция в шахту здесь мне нужно выловить три разные рыбы пятнистого криворота для клуба камень рыбы для коллекции и ледопипа для тренировки последнего поймать не легко но и можем дорого отличная тренировка перед легендарной рыбой и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Теперь можно выловить несколько рыб из озера, для клуба Здесь мне нужен большой рот и окуль, карп, галавль и сомик Кстати, приятное дополнение в версии 1.4 Теперь за идеальный вылов рыбы можно получить ее иридиевую версию, которая стоит в два раза дороже базовой Делать эту рыбалку более доходной? Сомневаюсь, если я и буду заниматься рыбалкой, то только для клуба и вылова сокровищ Есть, конечно, вариант с прудом на ферме, но до этого еще дожить надо Как бы там ни было, можно заодно к Робин зайти и отнести ей топор По пути сделаем сундук и поставим его возле клуба Сюда буду складывать все, что для этого самого клуба нужно Дело в том, что у меня будет копиться много всякой всячины для клуба до того, как я смогу заполнить узелок Но тратить время на прогулки внутри клуба мне не очень хочется Поэтому я решил поставить рядом с ним сундук, чтобы не забивать инвентарь и другие хранилища И содержать все необходимое для узелков в одном месте Особенно рыбу, потому что ее будет очень много И теперь главное, для поимки легендарной рыбы мне потребуется лучшая уточка И приблуда в виде пробкового поклавка, который расширит полоску для поимки рыбы и слегка упростит процесс Заодно куплю здесь уху, чтобы иметь одну на скрыбалке Ну и раз уж мы тут, почему бы не выловить сардинку, чтобы отнести ее потом в клуб? Больше ничего в океане мы пока не выловим полезного, не сезон, к сожалению Наконец-то добрались до Клинта Сдаем ему желуды, лейку и идем в музей, чистить инвентарь По пути вылавляем из реки еще рыбку для клуба По пути домой собираем нарциссу автобуса, много их тут Можно и рис заодно высадить, который мы на рыбалке раздобыли Теперь бежим в лес за морожкой Ее тут все еще довольно много растет, пригодится Повезло, что на реке я оказался после шести вечера Можно выловить леща, который считается вечерней ночной рыбой Что тоже нужно для клуба И, как ни странно, у меня еще остается много времени для похода в шахты Куда я нет проблем Тут скажется, глубже пока не вижу смысла А вот раздобыть медель инструментов и подсочников очень даже нужно Хорошо бы еще краба с ползонов выбить, чтобы закрыть краболовную зилу в клубе Но это не срочный вопрос После шахт отправляемся домой, где ставим последние два спринклера Вот теперь о поливе можно забыть до конца сезона В идеале бы, конечно, сделать еще одно такое же поле рядом Но боюсь, что спринклеров может не хватить к лету Судя на то, что у нас наконец-то есть время на улучшение инструментов и походы в лес Впрочем, в шахтах я все равно буду сидеть много Так что, если добежатся достаточное количество ресурсов, я буду только рад Ну а на сегодня же пока хватит приключений Субтитры сделал DimaTorzok